В области прошло заседание штаба по комплексному развитию региона. В такой формат были преобразованы по поручению губернатора аппаратное совещание. В начале заседания Сергей Морозов коснулся кадровых изменений. Будет переформатирована работа Совета при губернаторе по вопросам кадровой политики. Органам местного самоправления рекомендовано создать его аналоги в муниципалитетах. Они займутся отбором кандидатов на управленческие посты. Кроме того, появится школа глав муниципальных образований. Мы постараемся закрепить для проведения стажировок с опытными руководителями более молодых руководителей муниципальных образований. Например, руководителей прилегающих к городу муниципальных образований закрепим Сергеем Сергеевичем, чтобы они с определенной периодичностью проводили либо недельные, либо месячные здесь курсы. С 1 апреля из Министерства цифровой экономики и конкуренции будет выделено два новых агентства. Одно займется регулированием ценно-тарифов, другое – государственными закупками. Губернатор официально освободил от должности министра семейной демографической политики и социального благополучия Ольгу Касимову и министра природы и цикличной экономики Дмитрия Федорова. Исполнять обязанности руководителями министра демографии будет Наталья Исаева. Заместителем министра образования назначена Ирина Киселева, которая руководит департамент по надзору и контролю в сфере образования. Управление внешними связями администрации губернатора возглавит Евгений Миллер. Координировать работу пресс-служб, протокольной службой работы с обращениями граждан будет Ольга Никитенко. Принято решение о том, что буквально сегодня-завтра будет внесена кандидатура Лелькова Сергея Александровича на должность уполномоченного по защите прав человека. Поэтому вносит по закону губернатор решение, принимает законодательное собрание. Я надеюсь, что коллеги из законодательного собрания поддержат Сергея Александровича. И он уже несколько с другим ракурсом будет вместе с нами активно заниматься продвижением Ульяновской области и повышением качества жизни. Но большая часть совещания была посвящена главной проблеме – противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Главным коррекционным органом Ульяновской области, который будет отвечать за борьбу с распространением, или сначала лучше с недопущением, с профилактикой и с распространением новой коронавирусной инфекции, и обеспечением стабильного функционирования экономики, будет штаб, который возглавил губернатор. На заседании оценили возможные экономические последствия от распространения инфекции. Больше всего могут пострадать гостиничные бизнесы, сфера общественного питания. Правительство рассматривает возможность оказания им помощи. Мешался коронавирус в проведении тематической недели национального проекта «Жилье и городская среда». Были назначены серьезные мероприятия, где мы хотели, чтобы встретились представители муниципальных образований, задействованные в этом проекте. Мы планировали, что к нам придут представители общественных комиссий, люди, которые контролируют качество выполняемых работ в рамках этого проекта. Мы пригласили московских экспертов и пригласили руководителей этих проектов, которые занимаются этим в нашей области. Для чего? Для того, чтобы из первых уст можно было узнать подробности проекта, и обсудить некоторые рабочие моменты, которые уже накопились в качестве проблем во время этого проекта. Но, к сожалению, помешался этот самый вирус, и нам эти мероприятия предстоит отменить. Однако проблемы не должны сказаться на осуществлении самого проекта. В этом году планируется привести в порядок 100 дворов и общественных пространств. Под многоквартирное строительство отведено 22 земельных участка в Ульяновске и Димитровграде. Из аварийного жилья пересели 250 человек. В связи с коронавирусом отслеживаются ситуации на продовольственном рынке и рынке горюче-смазочных материалов. Как уверяют в правительстве, скачка цен нет. Как нет, и причин для паники. Все, что касается ситуации с ценами, еще говорю, нету особых резких скачков. Цены находятся на особом контроле еще в силу сегодняшних обстоятельств, в том числе на контроле Министерства сельского хозяйства и Минпромторга. В заключение штаба было объявлено о старте месячника по благоустройству территории. Он пройдет с 20 марта по 20 апреля в этом году. Егор Титов, Руслан Баталов, Новости Управду ТВ.